Суета возле подъезда спугнула тишину, обычно царящую во дворике одного из домов в центре Гродно. Здесь по соседству уже больше полувека живет Валентина Петровна Баранова и Семен Феофанович Подофедов. Оба они прошли войну и, дожив до весьма уважаемых лет, остаются одними из главных свидетелей, что могут еще рассказать о том, как оно было 76 лет назад узнать о том, что долгожданная победа случилась. 9 мая 1945 года поистине великая историческая дата. Победа в Великой Отечественной войне – это великий подвиг советского народа. Задача победы в этой войне заключалась в том, чтобы предотвратить осуществление коварных замыслов германского фашизма. Уже второй год подряд парад в честь Дня Победы проходит у них под окнами. В торжественной обстановке, с оркестром, который играет лучшие песни военных лет, с детьми, которые читают пронзительные и трогательные стихи о войне, которую они сами, к счастью, не видели и не знали. И со словами благодарности от потомков за бесценный подарок – победу. Эти люди не сломались. Эти люди прошли все тяготы и победили. И именно благодаря им мы сейчас имеем возможность жить на своей земле, самим определяя свою судьбу, растить хлеб, растить детей, двигаться вперед в нашей, строить нашу независимую республику Беларусь. Их осталось немного. В Пограденской области это 228 человек, людей, которые прошли гранила войны. И наш долг – окружить их заботой и вниманием, не забывать им говорить о том, насколько важен их подвиг. Гораздо более строгой получилась атмосфера на призывном пункте Гродненского областного военного комиссариата. Не мудрено. Здесь с ветеранами встречались будущие военные – кадеты, курсанты, учащиеся кадетских классов. Все они выбрали это направление учебы не в последнюю очередь, вдохновленным мужеством и подвигами ветеранов, и возможность поговорить с ними, расспросить, увидеть, как при воспоминаниях глаза ветерана нет-нет, но наполнятся слезами невосполнимой утраты, для них важна и нужна. И сегодня наша с вами задача, наверное, передать молодому поколению то знамя победы, которое досталось нам от ветеранов Великой Отечественной войны. Рассказать им о том, как это было, какой ценой досталась история, чтобы они из первых уст услышали о Великой Победе, о той цене, которой она досталась. Ну и продолжили дальше нести знамя победы высоко над головой. Впрочем, и самих участников Великой Отечественной войны такие встречи трогают и вдохновляют. Что касается сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника, я с большим желанием пришел его участвовать вместе с нашим молодым поколением. Наши соотечественники, бывшие участники войны, недаром положили свои головы, свои жизни ради достижения Великой Победы. 9 мая не за горами. И этот день, как подчеркивают его главные герои, ветераны и участники Великой Отечественной войны, наполнен не только радостью и эйфорией от Победы, это еще и горечь. За тех, кто до Победы так и не дожил, за то, что в их молодость так жестоко ворвалась война, и за то, что такое страшное событие вообще расчертило 20 век на до и после. За то научило главному. Повториться такое не должно. Никогда. Лилан Табудила, Анна Соловей, Виталий Рубанов, Алексей Сокута. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова